Все конфликты возникают только из одной причины — желания счастья от близкого человека. Неправильное мышление называется. Когда ты требуешь любви к себе, любовь отворачивается от человека. Когда ты её отдаёшь, она поворачивается назад. Каприза означает требовать любовь. Все так делают. Но это признак неразвитости просто. А это ваше воспитание уже. Это здесь не означает. Желание отдавать — это тоже счастье в отношениях. Желание отдавать бывает у женщины, когда ей хорошо с человеком. А хорошо возникает, когда ты отдаёшь. Получается замкнутый круг. Поэтому большинство женщин ждут, когда у меня возникнет желание отдавать. Оно может вообще никогда не возникнуть. И семья разрушится. Поэтому человек должен отдавать другому человеку просто из чувства долга. Называется правильное воспитание. Вот сегодня, допустим, у меня не было желания делать йогу. Мне было тяжело. Я устал после вчерашней лекции. Я вспомнил опять мультик про Бонифация в гостях у бабушки, которого замучили. Когда он приехал в гости к бабушке обезьянки, его замучили. И он убежал назад на работу. У меня так вчера и получилось. Поэтому я устал. И сегодня утром я из чувства долга начал делать йогу. А потом, после двух часов занятий, я почувствовал себя сильным. Способным опять помогать людям. Это о знании означает. Если бы я ждал, когда мне захочется, всю жизнь бы я не дождался. Так и в отношениях тоже надо просто делать, служить, радоваться человеку. Вам не надоело одной жить? Вот в этом вся проблема. Конечно, вот так все женщины думают. Одной мне лучше, чем с ним. Всем женщинам лучше одной. Я одна отдыхаю, мне хорошо. Тут надо мучиться, что-то делать. А тут хорошо. Классно вообще. Одной классно вообще. И потом думаю, почему я такая несчастная? У меня никого нет. Потому что тебе одной классно. Надо отдавать себя. Женщина должна отдавать себя. Иначе она не будет счастлива. Но большинство женщин не хотят отдавать себя. Они хотят спокойного одиночества. Хорошо же одной. Зачем париться? Вот и все. Я поэтому вас и спросил, вы готовы меня слушать или нет? Потому что сейчас я чувствую, что вы не готовы. Никто не ответит. Потому что ответить может только тот человек, которому верить. Вы сейчас просто выслушиваете мое мнение. А я не готов к таким отношениям. Я не могу говорить человеку просто, который выслушивает мое мнение. Это означает, что я сею семена в воздух, а не в почву. Мы вам понимаем. Спасибо.